Возложение цветов на Аллее Славы, вручение государственных наград и не только. Как прошел день рождения Карачаева Черкесии и ее столицы? Главные события. Более 50 сельхозпроизводителей, мастеров и ремесленников приняли участие в ежегодной ярмарке в Черкесии, приуроченной ко дню города и республики. Подготовительные курсы для будущих защитников страны с последующим выездом в зону спецоперации. Какие цели и задачи у новых контрактников? Осторожно убьет. Профилактические уроки по электробезопасности для школьника 8-й школы Черкесии провели энергетики. Здравствуйте на телеканале Россия 24, Вести Карачаева Черкесия, в студии Майя Хамдохова. Карачаева Черкесия отметила день рождения республики и региональной столицы большим количеством торжественных мероприятий. На Аллее Славы почтили память защитников Родины, погибших в годы Великой Отечественной войны. А во Дворце культуры государственными наградами был отмечен труд жителей региона, представителей различных сфер деятельности. Подробности в сюжете корреспондента Артура Мхце. Официальная часть мероприятий, посвященных дням республики Черкеска, началась на Аллее Славы с возложения цветов к мемориалу защитникам Отечества. Глава Карачаева Черкесии Рашид Темрезов, члены правительства региона и его столицы, представители ветеранских и патриотических организаций отдали дань памяти воинам, погибшим в годы Великой Отечественной войны. А чуть позже руководитель республики отметил государственными наградами тех, кто своим ежедневным трудом, достижениями на протяжении многих лет вносит посильный вклад в развитие родного региона. Так, указом президента России медаль Ордена за заслуги перед Отечеством второй степени награжден депутат Народного собрания Карачаева Черкесии Абедин Миримкулов. Почетной грамотой от Владимира Путина удостоена председателя Республиканской избирательной комиссии Лариса Абазалиева. Орден за заслуги перед Карачаевой Черкесской республикой Рашид Темрезов вручил зампреду регионального парламента Дагиру Смакуеву. Государственные награды получили представители различных сфер деятельности, которые работают на благо малой родины и большой страны. Писатели и поэты, врачи, учителя, деятели науки, работники госслужбы, соцзащиты, промышленности, юристы, экономисты, спортивные наставники и артисты. Хочу сказать, что театр – это совершенно неизвестный наций, понимаете? Это высокий. Поэтому огромное спасибо вам. Мы всегда рядом, мы всегда будем на вашей стороне поддерживать ваше начинание. И на сегодняшний день наши пять театров, мы с программой выработали, воспитание театра, будем заниматься этим вопросом. Также в этот день указом главы государства участнику Великой Отечественной войны Яну Сукаракетову посмертно было присвоено почетное звание Героя Российской Федерации. Награду Рашид Темрезов передал на вечное хранение родственнику погибшего воина. Спасибо большое главе Карачаево-Черкесской Республики и администрации, главе правительства Карачаево-Черкесской Республики за организованное мероприятие. Это очень важное для нас событие, для всей семьи, для всего рода каракетовых. Завершилось торжественное мероприятие концертной программой с песней, посвященной Карачаево-Черкесии. Карачаево-Черкесия моя Пусть с собой вечно связаны с судьбою Пусть цветет моя земля, пусть сияет как заря Карачаево-Черкесия моя Артур Мкцемедина Джанкезова, Ренат Муков, Вести Карачаево-Черкесия В поселке Кавказском открылся первый в республике муниципальный молодежный центр. Как отметил глава Карачаева-Черкесии Рашид Темрезов, в нем постарались создать все условия для образования, самореализации и личностного роста детей и взрослых. Так, здесь будут работать несколько площадок, в том числе военно-патриотического воспитания, творческого развития, досуга, проектная мастерская, студии звукозаписи и подкастов. Общая площадь центра в итоге составит 1680 квадратных метров. На его базе будет расположена региональная арт-резиденция Таврида.Арт. Также будут созданы такие пространства, как ТИР, где можно будет проводить окружные и всероссийские соревнования. Будет современная библиотека, молодежная библия-кафе. Помимо этого откроется современный тренажерный зал. А на проспекте Ленина перед зданием драматического театра развернулась ярмарка. Жители и гости Черкеска могли приобрести продовольственные, тельскохозяйственные и промышленные товары по более низким ценам. С предложенным ассортиментом и предпочтениями покупателей познакомилась Мадина Каракетова. Речная, красная, да. Речной, не трудовой. Малосовочка. Козлокалинский мед. Хороший мед. С разнотравия полностью. Там все накосы только от нее. И лопух. Колючка вот такая. Вот это зеленцовое-то есть колючка. Лопух. По вкусу горьковатый он, крепкий, чем степные меда. И считается лучшим медом. И дороже всей. Три тысячи трехлитровых банков подаем. А сейчас два пятьсот, по-моему, она есть. Капуста вверх на теверниже. Сочная. Спелая. Солнце хватает, вода хватает. Так что экологический продукт. Вы не обрабатываете? Не, не. Когда маленький, обрабатываем. Би пятьдесят восемь таким, да. А потом дальше растет хорошо. Видишь, какие сочные, лопаются. А сколько продаете? Тридцепя. А это на ярмарке, да? Да. А на базарах так пятьдесят шестьдесят по-разному. Знаете, где как. Одним из первых ярмарку, выставку достижения народного хозяйства региона посетил глава Карачаева Черкесии. Рашистемрезгл ознакомился с представленной продукцией, а также пообщался с горожанами. Любовью Клементьевной представилась в беседе с главой республики посетительница ярмарки. Нашли общую тему для короткой беседы. Строительство Зеленчукской ГЭС. Строительница. Вам спасибо за вашу работу, за вашу службу. Спасибо вам. Главе региона подходили поздороваться, пожелать процветания республики, делились впечатлениями и, конечно же, в поисках решения волнующих вопросов. Рашистемрезов здесь же на месте дал несколько поручений. Глава республики в своем телеграм-канале тут же поделился впечатлениями и призвал тех, кто еще не успел поспешить посетить ярмарку, ведь это самое вкусное, яркое и колоритное мероприятие. Призвал своими глазами увидеть, насколько изобильна наша республика и какие у нее замечательные достижения как в сфере сельского хозяйства, так и отрасли промышленности. А ярмарка действительно изобиловала фруктами, овощами, дарами леса, разнообразием меда и травяных чаев. Мясо и рыбу раскупили уже в первый час, а из-за Иркин-Шахарским сахаром выстроилась самая настоящая очередь. Спасибо, что есть сахарный завод и на нормальную цену поставили. Вот стоим, ждем. Он вообще дефицитный, вот я из-за этого целый час. Спасибо, что смогли такую цену. В магазине «Магните» вечером 70 рублей тростниковый сахар, а здесь, например, по 60 рублей есть цена. Так он и сладкий. Пользовался популярностью картофель, выручку от продажи которого фермеры передавали на СВО. А умопомрачительный аромат свежей выпечки был убедительнее всех самых ярких рекламных вакатов. У них всегда свеженькое все, не лежит долго. Пришел человек, взял и вкусно покушал с чайком. Напротив продовольственных товаров и сельхозпродукции выстроились промышленники, как начинающие, так уже известные мастера-ремесленники. Владельца фабрики по пошиву одежды «Миропа» Светлана Малхозова рассказывает, что ее предприятие – исполнившаяся мечта. Буквально на днях отмечали первый большой юбилей – пятилетие в фабрике. И сегодня они производят как одежду для модниц, так и актуальную в современных условиях – специализированную военную. Турецкая ткань хорошая. Флиз хорошего качества. Отшиваем. Качественные изделия. Пошив качественный. Шьем на спецмашинках. Одежда при первой стирке не разойдется. А для Эсмиры Чучаевой это первый опыт общения с покупателями и первая коллекция головных уборов, производством которых она решила заняться в свободное от основной работы время. В ассортименте – мужские, женские и детские шапки. Покупатели привлекают яркие цвета и необычные сочетания. Начала я производство недавно. Весной этого года запустили первую коллекцию. Конкуренция в сфере легкой промышленности у нас в республике большая, поэтому долго сомневалась, стоит ли начинать. Но мне очень сильно помогли уже опытные предприниматели в этой сфере. Стараемся производить качественную продукцию. Все нити и пряжи у нас сертифицированы, все гипоаллергенное. Все соответствующие сертификаты у нас для производства есть. Поэтому придумываем мы как собственные эскизы шапок, так и производим на заказ. Подобные ярмарки позволяют таким начинающим предпринимателям, как я, заявить о себе, показать свою продукцию на широкую аудиторию и развивать свое дело. Эта ярмарка, возможно, станет стартом для начинающих предпринимателей. По крайней мере, обмен телефонами и визитками между производителями и потенциальными покупателями был непрерывный. Всего в ярмарке выставки приняли участие более 50 товаропроизводителей, около 30 из которых из сферы промышленности. Эта ярмарка традиционная. С года в год мы ее дважды проводим. Сейчас у нас еще не осенняя. Осенняя большая, крупная будет. Но у нас была задача совместить ярмарку и выставку, потому что у нас очень долго не проводилась выставка именно народного хозяйства. И хотелось все-таки провести это мероприятие с целью познакомить наших граждан с достижением именно народного хозяйства. Сегодня у нас более 30 представителей именно региональных производителей, начиная от СЭМ-завода, заканчивая сферами услуги, легкой промышленности. Мыдина Каракетова, Ахмачучаева, Артур Мхцерин, Атмуков, Вести, Карачаева, Черкесия. Очередная группа людей, заключивших контракты с Министерством обороны России, отправляется для прохождения курса военной подготовки с последующим выездом в зону специальной военной операции. С некоторыми из них сегодня пообщался наш корреспондент Артур Мхцерин. Мотив, вот все почему-то думают, что именно в плане заработка, но это не так. 90% те, которые приходят, у них как бы патриотизм на первом месте, можно сказать. То есть у всех какие-то нюансы, у кого-то дети, у кого-то внуки. Понимая, что на данный момент нужно как-то это пресечь, этот фашизм, у людей проявляется патриотизм. В военкомате Черкеска оживлённо. Группа людей, которые заключили контракты с оборонным ведомством, отправляются на подготовительные сборы. Спустя 2-3 недели они уже будут находиться в зоне специальной военной операции. Как говорят сами контрактники, мотив их решения основан в первую очередь на необходимости встать на защиту российских рубежей. Тем более, что сейчас это особенно необходимо и почётно. По новостям смотрю, вижу, там страдают дети. Лучше там остановить, чем пока сюда придёшь. Сидеть времени, ждать, дойдёт, не дойдёт. Никто не знает, лучше поехать туда, чтобы моя дочь могла спокойно лежать, спать. Это было ваше персональное решение или семейное? И как восприняла семья? Честно говоря, просто семью поставил перефактом. Они никто ничего не знал до последнего дня. Решил подписать контракт, пойти служить, отдать долг родине, защищать родину. Я считаю, это долг каждого мужчины. Близкие тоже есть, и братья есть, и друзей очень много. Кто-то ещё воюет, кто-то уже там остался. Но дай бог всё закончится, дай бог все вернутся живыми, здоровыми. И будет мир во всём мире. Заметно, что собравшиеся около военкомата люди переживают за своих близких. Однако все они понимают важность принимаемого решения. По словам представителя пункта отбора на контрактную службу, в учебный центр в Ростовской области на этот раз отправляются 12 человек. У кого-то за плечами уже есть опыт армейской службы. Других придётся с нуля обучать навыкам, которые необходимы для выполнения поставленных задач. Впрочем, главная из них, стоящая перед военнослужащими, это защита мирного населения на приграничных территориях страны. И, как заверяют отправляющиеся на службу люди, она будет полностью выполнена. Артур Умыхце, Ренат Муков, Вести, Карачаево, Черкесия. Восьмиклассники школы номер 8 Черкеска стали более просвещенными в вопросах электробезопасности. Тематический урок провели энергетики филиала «Русгидро». Лекцию прослушала и Фатима Даурова. Специалисты филиала рассказали ребятам о важности энергоспережения, о том, чем опасно электричество, какие бывают энергообъекты, почему играть возле них категорически запрещено. Теория подтверждалась тематическими видеороликами, которые были специально подготовлены для них. Электричество, как вы знаете, не имеет ни цвета, ни запаха, ни вкуса. Актуальность темы заключается в том, чтобы человек понимал, какую опасность электричества в себе таит. Вообще электричество – это как бы мирно, но, тем не менее, и опасная вещь. Особое внимание на занятие было уделено правилам электробезопасности вне дома. Ребят предупредили и о том, что нельзя прикасаться к человеку, пострадавшему от воздействия тока. Только вызвать помощь и ждать. Также школьники узнали, как правильно выйти из зоны шагового напряжения. Если ноги от земли не отрывать, так называемый гусиный шаг, естественно, не будет образовываться потенциал между телом человека и землей. Если вдруг, не дай бог, вы попали в эту ситуацию, обязательно, не отрывая ног от земли, вот таким потихоньку-потихоньку вышли на расстояние более 10 метров от лежащего на земле провода, и тем самым спасли себе жизнь. Мне рассказали о правилах безопасности с электричеством, что и как предпринимать в казусные моменты ситуации, когда, например, что-то загорелось, если искрят провода, если провода оголились, как вести себя правильно с электричеством, например, кого звать в экстренных случаях. Можно набрать пожар, спасательные службы по номеру 112. В ходе занятия представители компании отвечали на вопросы ребят, которые последовали один за другим. Это и было целью, говорят энергетики, заинтересовать детей и воспитать у них ответственность при обращении с электричеством, решая при этом одну из актуальных задач по профилактике детского электротравматизма. Фатима Дорова, Олег Молхожев, Вести, Карачаево, Черкесия. Шестерых малышей и их мам честовали в Республиканском перинатальном центре, которые родились в день рождения Карачаева-Черкесии. Им вручили подарки от главы Республики Рашида Тимрезова и свидетельство о рождении. В приветственном адресе говорится, «Теперь ты стал частью истории Карачаева-Черкесии, наследником нашей культуры и традиций. Впереди у тебя много удивительных открытий и возможностей, и я уверен, что ты станешь гордостью России и малой родины. Пусть рядом всегда будут твои родные и близкие, чтобы поддерживать тебя на каждом шагу к большой мечте». В день рождения Карачаева-Черкесии и региональной столицы в Черкесии открылся обновленный светомузыкальный фонтан. Первый запуск данного сооружения состоялся 15 лет назад. С 2009 года он радовал гостей оригинальной конструкцией с водой, бьющей прямо из-под плит. Теперь же доработанный фонтан притягивает к себе внимание еще и разноцветными лампами, яркость которых синхронизирована с музыкальным сопровождением. Сооружение также состоит из множества струй, самая высокая из которых достигает 10 метров. По словам представителей мэрии Черкеска, фонтан будет работать в двух режимах – в обычном и светомузыкальном. Включение красочной подсветки с музыкой стоит ожидать в 20 часов 30 минут, за исключением дней профилактики. В боевых действиях во время Великой Отечественной войны принимали участие несколько десятков тысяч несовершеннолетних. За боевые заслуги их награждали орденами и медалями. Среди них были пионеры-герои, которые прямо со школьной скамеи бесстрашно шагнули в зарево войны, став настоящими героями в борьбе с оккупантами. Одним из них был Дима Юрченко – молодой партизан, который вписал свое имя в героическую историю страны. О молодом бойце, о людях, трепетно отчтущих память, солдат расскажет Фатима Даурова. Смотрите ее специальный репортаж.